Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вкусно, не грустно». С вами Александра и Александр. В каждом выпуске мы отправляемся в маленькое кулинарное путешествие по тарелкам разных народов России и мира. Мы узнаем, что едят, как едят, как готовят и за что любят. Не слушайте нас на голодный желудок. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn, а спонсор этого сезона – компания Мистрай. Сегодня у нас с тобой очередной крутой, классный, вкусный, невероятный, вокаличный, мелодичный, молодёжный выпуск про еду. Йоу. Йоу. Дискета. Дискотека. Сноубординг. Дискета. Йоу-йоу. Молодёжь. Подключаемся. Так вот, мы сегодня с тобой будем говорить про Армению. Так, хорошо. Как часто ты бывала на Черноморском побережье? Я была в детстве, ну, то есть в своём вот этом вот юношестве, отрочестве. Я каждый год ездила с родителями. Мы объездили всё Черноморское побережье, которое могли к пределах Российской Федерации. Так что часто получается. То есть ты должна была натыкаться на вот эти вот харизматичные шашлычки, где армяне жарят шашлык, оттуда играет армянская музыка. Слева горы, справа горы. А вдалека, в Каз. Да, всё верно, всё верно. Да, вот эти вот ещё названия там, у Геворга, вот это вот всё прекрасно. Это мои любимые заведения. Андраник и сыновья. Да. Марианна и компания. Хотя, мне кажется, это уже не такое прям армянское имя. Ну, такое, да. Ну, да. А к чему вопрос-то? Просто? Да. Ну, хорошо. Ладно. Да, тогда ты мне расскажи, как часто ты видел все эти шашлычки? Очень часто. И они мне очень нравятся. Во-первых, потому что там всегда очень хороший шашлык. Проверенно. Потому что, ну, в основном они сами там же и едят, а они как бы для себя будут нормально готовить в любом случае. Ну, конечно. Там же они либо для себя, либо для друзей, для родни. То, всё там. Да, да, да. Поэтому плохо готовить им не вариант. Но это не с руки. Да. Не кусай руку с едой. Да. Вот. Поэтому хороший шашлык вот в таких вот как раз-таки слева горы, справа горы, а в Далекавказ шашлычках. Супер. 10 из 10 рекомендую. Всем искать шашлычки. Срочно. Срочно. Ну, кстати, да. А насчёт шашлыков. В Армении они же называются не шашлыками. А хоровац. Хоровац. Да, я знаю. Да. Я вот... Ничего. Я тебя сегодня ещё удивлю. Я подготовилась, как обычно. Ты знаешь, как их готовят? Знаю, что есть несколько вариантов приготовления. В зависимости от, по-моему, региона также и возможностей. У кого есть тонир, это такая вот печь, как тандыр. Как тандыр, только тонир. Да. То готовят на шампурах вертикально, их подвешивают, и он вот так вот запекается, сам жарится. Ой, как вкусно уже. Всё, началось. Я всё. Сколько там секунд подкаста прошло, я уже хочу есть. Вот. Ну, или просто на мангаль. Тоже готовят. Да. Ты правильно сказал, что существует несколько видов. Около 20. Ого. Да. Я думал, несколько это несколько. А вот и нет. Ну, видишь, я смогла уже. Так, удивила. Хорошо. Сколько секунд подкаста прошло. Есть ещё такой вид хороваца, как карсий хоровац. По-карски. Это жареный на углях. А есть хазани хоровац. Это сделанный в кастрюле. О, я такое что-то припоминаю. Я не пробовал, но я знаю, что такое есть. Я вот даже не знала о том, что такое есть до определённого момента. Ну, вот. До недавнего, скажем так. Но я бы хотела попробовать, потому что мне кажется, что это будет очень интересно. А ещё я точно буду драться за остатки в кастрюле, потому что там что-то самое вкусное, оно прижарится к донышку. О, да. И представь, такой тонкий вот этот армянский лаваш, вот этот вот прям полупрозрачный. Ой-ой-ой. Ещё сверху мацон, ну или мацони, кто как называет. И вот это вот всё великолепие. Ой-ой-ой. И с чесночком ещё. Ой-ой-ой. Ух. Так, я окончательно хочу есть срочно, хотя я поел перед выпуском. Я подумал, что вот, ну, я буду сейчас обсуждать еду. Я буду хотеть поесть обязательно. Надо подкрепиться. Не сработало. Всё равно хочу. Я тоже поела перед выпуском. Пока что я держусь. Но это пока что. Мы только начали. И мы с тобой, кстати, очень классно начали сразу с шашлыка. Но ты знаешь что-нибудь про географию Армении? То есть что едят, как и почему? Мы же с тобой обычно стараемся начинать с этого, чтобы хотя бы примерно понимать. Опять рисуем карту. Подожди, я пытаюсь. Так. Где находится Армения на этой карте? От нас на юге. От нас на... Это вниз. Вниз, да. Рядом что есть? Рядом есть Грузия, рядом есть Турция, Азербайджан. А, ну, в принципе, примерно поняла вот этот вот ареал. Вот этот регион, да. Прекрасно. Значит, мы едим опять мясо, мы едим опять овощи, много зелени и сыры и кисломолочку. Да. Прекрасно. А ещё, кстати говоря, в Армении-то мы едим уже более двух тысяч лет. Это считается одной из вообще самых древних кухонь и точно самой древней в Закавказье. Ага. Вот прелесть, которая, знаешь, там мясо, овощи, там картошечка, сверху всё это заливается там бульончиком и в духовочку. Ну, или в печь. Или в печь. Ну, у меня печи нет, поэтому в духовочку. Хотя бы как-то. Хотя бы что-то. Нет, ладно, я всё-таки начинаю хотеть есть. Хорошо. Поэтому надо быстро переходить к следующему, чтобы ты тоже ещё сильнее захотел есть. Подожди, я добавлю от себя вот в сторону шашлыка, в сторону хороваться. Для меня самое замечательное, что есть в шашлыке, это лаваш снизу. Да. Он вкуснее, чем шашлык. Я не знаю, как это происходит, но если вы готовите шашлык, обязательно на дно кастрюли, в которую будете выкладывать, ну, или той посуды, в которую будете выкладывать шашлык, постелите лаваш. Армянский тонкий лаваш. Предварительно его лучше нарезать или нарвать просто руками на кусочки, чтобы было удобнее брать. И уже сверху выкладывать шашлык, и этот лаваш пропитывается всеми соками и запахами шашлыка, и становится просто невероятно вкусным. Вот, если вы это не пробовали, очень-очень рекомендую попробовать. Прямо настоятельно рекомендую. Ну, за этот лаваш, правда, можно драться. Да. Даже нужно. Мне кажется, голодные игры написали те люди, которые попробовали лаваш. Да. Звучит прекрасно. Я представляю, как Китнис Эверди с луком бежит за лавашом. Только, знаешь, она будет стрелять не стрелами, а шампуром. Причем сразу где-нибудь над костром, чтобы так... И все, и начинаешь жарить себе шашлычок нормально. Я прям представила, это звучит хорошо, и выглядит это хорошо. Это вам не в белок стрелять. Да. Так, я пришла сюда тебя удивлять и говорить про еду. Как видишь, про еду я уже говорю. Знаешь ли ты вдоль ночных дорог... Знаю. А знаешь ли ты, что в Армении готовят супы из ягод и фруктов? Нет, не знал этого. Вот, я же сказала, что пришла сюда тебя удивлять. Я удивлен. У меня есть три супа, которые готовятся с использованием или только из ягод и фруктов. Первый суп из говядины с айвой. Айва, она такая... Я люблю айву. Вяжущая, вот эта вот непонятная, из-за которой тебе кажется, что твой язык превращается в микроскопическое нечто, пропадает навсегда, и больше ты никакого вкуса в этой жизни не почувствуешь. Она еще как персик у нее немножечко, вот эти вот ворсинки, волоски, которые в языке остаются на следующие восемь лет. Нужно хорошенечко протереть. Я иногда ленюсь это делать. Значит, я могу просто водичку открыть, там что-то ее там покрутить, нормально, пойдет. Потом делаю себе чай с айвой, и все, и до свидания. У меня дома, точнее у мамы моей дома, в станице, в саду растет айва. И я привыкший к айве. Для меня это обычное дело, взять айву сорвать и просто футболку вытереть все это. В принципе, звучит вполне нормально. Ну, слушай, одно дело, когда ты покупаешь что-то в магазине или на рынке, там надо, не знаю, прям с наждачкой проходиться по всей кожуре. А другое дело, это же у мамы. Но оно не может быть грязным. Ну да. Это как приходишь к бабушке, так, куст малины, ты ее ешь, если что-то во рту шевелится, ты просто ешь быстрей. Да. И все. Думаю о другом, думаю о другом. Оно само виновата, что туда попало, никто не звал. Я так обычно лазила к бабушке за малиной и за абрикосами, причем за абрикосами обязательно на самую высокую ветку, на самом сухом дереве, чтобы, ну, если уже свалиться, то было хотя бы. Наверняка. Да. А в малину, в самые кусты, при том, что там всегда живут пауки, а я ужасно боюсь пауков. И вот это вот, я не вижу, я не буду смотреть, я вот на ощупь как-нибудь... Какой широкий спектр эмоций ты испытывала тогда? Адреналин. Да. Зависимость от адреналина. Следующий супчик, уже не сайвой, он из кизила. Кизил, так. Кизил, обожаю кизил, в этом году особенно обожаю кизил. Я люблю компотик кизиловый. Кизиловый компотик или там кизиловое варенье или там еще что-то. Это же вот настолько оно прекрасно кислое, что вот... Это оптимально кислое. Да. Ни больше, ни меньше. То, что нужно. И есть еще такая вещь, как анушапур. Поподробней. Это значит такой суп, который готовится не из абрикосов, о которых я так интересно завернулась пораньше чуть-чуть, а из кураги. То есть из сухофрукта получается. Ее нужно залить горячей водой, проварить в течение 20-25 минут, и потом мы добавляем сахар, обжаренный репчатый лук, и все это кипятим. Интересное сочетание. То есть получается, да, курага с луком. Но лук, он как бы, скорее всего, все равно даст сладость. Особенно если брать белый лук, он получается такой сладенький. Ну да, какую-то сладость имеет. Да. И я не хочу пробовать этот суп, но не потому, что я какая-то там не такая и буду выделываться, а просто потому, что я не люблю сухофрукты. Но если ты вдруг попробуешь, расскажи мне, каково это. По поводу сухофруктов и армянской кухни. Много где используются сухофрукты там. Я готовил блюдо под названием амич или амич, не знаю точно, куда ударение идет. Это курица запеченная целиком, фаршированная рисом, сухофруктами и орехами. Получается такая вот каша, которая, по идее, должна быть сладкой, но она за счет курицы, за счет сока, за счет соли получается солено-сладкой. Это мое любимое сочетание, на самом деле. Это очень хорошее сочетание, и я был прям приятно удивлен этому блюду. Потому что вот у тебя есть классическая, по сути, запеченная курица с таким стандартным запеченно-куричным вкусом. Запеченно-куричный вкус прекрасно звучит. И сразу к ней же гарнир. Невероятный, очень интересный. Так оно же еще все сочненькое. О, да. Там же еще все это соками внутри, еще весь этот рис пропитывается. Прекрасно. Но сухофрукты я все равно выковырила бы и оставила бы, может быть, кому-нибудь другому, потому что не моя история. То есть я могу съесть виноград, я могу съесть сливу, сколько угодно. Ну вот чуть-чуть полежавший виноград. Вот нет? Ну вот прям совсем чуть-чуть. У меня в детстве еще была такая привычка, я чистила виноград. Мне нужно было, чтобы он был без кожуры. Я думал, я один такой. А, ты тоже так делаешь? Мне нравятся некоторые фрукты чистить до невозможности просто. Ты бы видела, как я ем мандарины. Как? Ну, на одну мандаринину у меня уходит, ну, полчаса. А, нужно же очистить от всех этих беленьких прожилочек. От всего абсолютно. От всего абсолютно. В идеале и от пленочки на дольке. Чтобы был как грейпфрут, только мандарин. Да. Звучит, кстати, хорошо. Я тоже так часто делаю. То есть, самый вот этот вот прекрасный момент, когда, знаешь, на дольке мандарина остается вот эта вот маленькая как бы ножка. Да. И вот ей нужно его очистить. Да, да, да. Как будто это молния какая-то. Супер вообще. Это вот прям прекрасно. Так и должно быть, я считаю. Если говорить там про всякую курагу. Я обожаю абрикосы. В принципе, я не знаю, кто-то, бог или там, в кого вы верите, он придумал абрикосы только чтобы я нормально существовала в этом мире. Включая абрикосовые косточки. Чтобы тебе было что поесть всё-таки. Да. А то это я не хочу, это я не буду. То я не буду. Баклажаны я не ем, вот тут я вот это не буду. Сухофрукты нет. Борщи я не варю, вот это началось. Хотя бы абрикосов поешь. Но если это курага, да я к ней вообще близко не подойду. Ну, это как бы не привлекает меня, знаешь, взрослые особи. Подсушенные вот эти вот ваши, обезвоженные, непонятные. Я не понимаю, как можно это любить. Я понимаю, почему это делают. Я понимаю, почему начали сушить фрукты, чтобы они не пропадали. Ну, просто рациональный подход. Да, да. Но я не умею это есть. То есть я не буду есть сушёное яблоко. Я буду искать себе нормальное, наполненное водой. Недегидрированное. Единственное, что я могу такое есть, это, знаешь, вот эти вот апельсинчики такие тоненько нарезанные. Высушенные, как чипсы. Вот это вкусно. Всё остальное, ну... А всякие банановые такие чипсы или из яблок, нет? Нет. Тоже вот есть. Банановые чипсы я предпочитаю каким-нибудь грызунам отдавать. Это прикольно слушать. Это такой айсэмар получается. У моей подруги живёт кролик сейчас. И она очень круто управляется животными, поэтому у неё теперь стоит с десяток баночек, наверное, с разными вкусняшками. То есть там отдельные яблочки, там какие-то что-то вкуснее. И есть вот эта вот баночка с бананами сушёными. Во-первых, заяц с хвостиком-пупочкой, она готова душу продать ради такого банана. А во-вторых, это действительно так смешно звучит. Это так прекрасно, мне так нравится. Да, но мы чуть-чуть отошли от темы. Да. Про супы. Ещё у меня есть один суп. Я его запомнила, потому что он называется как один из телеканалов у нас. Спас. Спас. Я знаю, этот суп, я знаю, этот суп, это такой дальний родственник окрошки. Знаешь, он настолько дальний, что я бы сказала, брат родной от мамы другой. Ну да, да, очень дальний. Да. В нём нет колбасы, редиски, картошки, огурца. Ну, зелень есть. Есть только вот этот вот мацун. И есть, кстати, пшеничная крупа ещё, вот завар. Да. Ну, в принципе, хватит. Да, да. Я делала как-то похожий суп. Я его делала из кефира и огурца с зеленью. Получается такая холодная в жижу от салата. Звучит, как какая-нибудь маска для лица. Кстати, хороший врёт. И кефирчик вроде, и огурчик. И закусить, и выпить. Отлично. Всё сразу. Прекрасно. Я думаю, что надо переходить от супов куда-нибудь там подальше. О том так хорошо с шашлыка нашли. Скажу ещё про супы. Хаш. Ну, это, конечно. Хаш. Хаш. Это безумно наваристый такой вот бульон. Очень-очень мясной. Максимально мясной вкус. Единственное, что долго готовить. Очень долго. Ну, он же из говядины делается, поэтому... И она должна быть прям вываренная на максимум. Конечно. Хаш уже даже посвящена песню. Да. Причём не обо кем. Обо кем. По-моему, Pussycat Dolls. О, да. Вот это хаш, хаш. По-моему, да. У нас сегодня музыкальный выпуск получает. Но мне всё нравится. Звучит прекрасно. Из интересных блюд. Что я ещё сегодня нашла? Есть, значит, блюда, название которого есть всего одна гласная. Оно звучит так. Тживжик. Тживжик. Я знаю про это блюдо. Просто я раньше про него не слышала. Но мне одно название настолько понравилось, что я готова его приготовить просто ради того, чтобы, знаешь, кому-нибудь накормить и сказать «это» тживжик. 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 Что это такое? Это у нас мясное блюдо, которое готовится из телячьей или говяжьей печени и других субпродуктов. Я вообще обожаю субпродукты. Да. Я кайфую от всяких этих сердечек, желудочков. Вообще не моя история. Печени. Ты что, в сметану, там, в чесночном соусе, сверху ещё зелень, ещё всё это на гречку какую-нибудь полить. Ох. Я лучше курагу съем. Вот мы и договорились. Вот мы и договорились. Если будут субпродукты, я тебе отдам. Если у тебя будет какая-нибудь курага и сухофрукты, отдавай мне. Я тебе её отдам. Всё прекрасно. Мы уже договорились. С вами приятно иметь дело. По поводу блюда тживжик, был я в Анапе и в каком-то заведении, вот как раз слева гора и справа гора, вот в таком заведении. У Геборга. Да-да-да. Увидел на вывеске вот это блюдо. Тживжик. Я был с ребятами, с друзьями. Нас это очень сильно удивило. И среди нас был друг армянин, который такой, ну да, тживжик, только вы неправильно произносите. Правильно не тживжик, как вы произносите, а тживжик. Вы такие, как? Тживжик. Тживжик. Ну мы такие, ну тживжик, мы так и говорим. Нет, тживжик правильно. А вы говорите тживжик. Мы опять запутались сильно. Мы, ладно, окей, что это? Он говорит, ну там субпродукты, вот такое вот блюдо. И, ну субпродукты я такой, да не, не буду тогда пробовать. А сейчас жалею. Надо было попробовать. Где бы я еще попробовал? Кроме как в Анапе. В Геленджике? Ну, наверное. Ну, точно в Адлере. В принципе, в теории, можно попробовать в Армении. Но это так, знаешь, не точно как бы. Конечно, национальная кухня, но в Анапе там оно же круче будет. Ну, конечно. Сравнили прям. Ну, Ереван с Анапой. Еще, в принципе, в принципе, мне очень нравятся все эти национальные названия блюд. Потому что, ну, одно дело, знаешь, когда это там пюрешка, котлетка, там что-то еще привычное. Уху вот это уже не обращаешь внимания. А другое дело, когда это какой-нибудь тживжик или кололак. Или жангалов хац. Да, кстати, очень классная штука, я бы попробовала. Очень классная штука. Я никогда не пробовала, но одно описание, оно заставило меня захотеть. В табрисе продается у нас тут. О, это все хорошо, я запомнила, записала. Надо будет купить обязательно. Вот, кстати, как вариант заменить лаваш под шашлыком. А, на жангалов хац? Да. Прекрасно. Надо, наверное, объяснить, что это такое, а то мы так хорошо. Это такой тоненький, получается, как пирожок с зеленью. Тонкий слой теста, слой зелени, слой теста. Такой вот большой, такой тоненький пирожочек. Причем, как обычно, начинки больше, чем тесто. Да, 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 да. Это мое любимое, на самом деле, во всех этих выпечках, когда тесто вот прям, ну ты его едва-едва видишь. Просто, чтобы начинку держать. Да, чтобы удержать все это дело такое. Как пакет. Ну, ты подержись, пожалуйста. Ну, как бы до первого укусика хотя бы. Ну, дальше уже посмотрим. Знаешь ли ты, что у армян существуют свои пельмени, и они называются бараки? Вот не знал. А, ну, наконец-то, боже мой, я добилась своего. Они называются бараки, но бораки, чтобы никто не подумал. Основное отличие в чем состоит? В том, что эти пельмени, во-первых, они не закрытые, а во-вторых, они такие цилиндрические. То есть это как бы стакан из теста, а внутри мяско. Так. Да, и это вот так вот прекрасно выглядит. Я сегодня увидела картинку. А как это варится, интересно. Они что делают? Фарш, во-первых, обжаривают сначала. То есть он, по сути, уже как бы полуготовый. Потом его вкладывают в тесто, вот в этот вот стакан, и их ставят ровненько там, чтобы они друг к дружке держались, чтобы там... Какой-нибудь сотейник, да? Ну да, работаем как один, и, в общем-то, варят все это дело аккуратненько. Но мне кажется, что я бы, например, сделала так. Я бы сделала какой-нибудь соус, залила все это дело и отправила бы в духовочку, ну или в печь. Ну, почти лазанья получается. Ну, почти, да. Я просто не люблю варить пельмени. Действительно, не люблю. Почему? Я не знаю. Это слишком просто. Ну, попробуй усложнить задачу как-нибудь. Я же это и делаю. Я делаю пельмени как. У меня, значит, есть мои любимые формы для запекания. Туда замороженные пельмешки. Сверху там, ну, вот эти всякие приправки, там, то-се. И соус. Ну, этот самый обычный, там, кетчуп, сметанка, там, чесночок. Вот это вот все. Ты все это заливаешь. Естественно, разбавляешь водичкой, потому что иначе они не сварятся, а будет какая-то непонятная жижа. И в духовочку на полчасика. Прекрасно получается. Просто восхитительно. Я пробовал различные варианты нестандартного приготовления пельменей. Сейчас мы научим людей готовить пельмени. Но я все равно фанат классики. Нужно пельмени отварить. Если это будет не вода, а бульон, просто 10 из 10, 100 из 100. Еще лаврушечку туда. Да, 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 да. Каких-нибудь можно специй еще добавить. Перчик горошком. Да, да, да. Может быть, если есть какая-нибудь сухая зелень, может и не сухая, по типу, там, не знаю, кимьяна, можно там чуть присыпать какую-нибудь веточку, чего-нибудь еще положить для ароматности. Ну да, конечно. Получается очень хорошо. И мне вообще нравятся даже супы с пельменями. Кстати, вот как раз хотела сказать, что вот супы с пельменями мне нравятся готовить. Есть еще прикольная паста. Мы, конечно, не про Италию, а про Армению. Но немножечко сейчас отойдем. Есть паста, которая похожа на пельмешечки. Такие маленькие, хорошенькие. Равиоли? Нет, равиоли квадратные. А эти, по-моему, они называются тортеллини. Интересно. Когда-нибудь мы дойдем до Италии, и там будем играть как в города, знаешь, но только в пасты. Выпуск 4 часа будет идти. Выпуск 4. Как 4 сыра, только 4 часа. Да. Прекрасно звучит. Квадро ди подкастов. Ола, сеньорита. Следующая страна, поехали. Я забыла язык. Есть в Армении прекрасной солнечной стране, я буду так ее называть теперь, блюда, которые, ну, наверное, пробовали все хотя бы раз. Такие вот мини-голубцы, которые называются долма или толма. У меня есть даже история про это дело. Я не так давно была на свадьбе. По-моему, я рассказывала, что попробовала там долму, но если нет, я на свадьбе попробовала долму в очередной раз в своей жизни. Мне понравилось. Но есть предыстория к этой истории, потому что за буквально 2 дня до этого события я прожужжала все уши своему жениху, что я хочу долму. Вот я не могу. Я хочу мясо в виноградном листе. Тебя вела судьба на эту свадьбу. Ты обязательно должна была там побывать. И поесть эту прекрасную долму. Во-первых, она идеального размера. То есть там на два укуса. А во-вторых, она же не в капусте. Это же так классно. Мне нравится капуста. Я всегда разворачиваю капустный лист на голубце. Я тоже не фанат самой капусты в голубцах. Тоже как-то так, ну как ты, вот это я не хочу есть. У меня еще, знаешь, травма... И мама на меня ругается. Да, у меня травма детства. Меня в детском саду заставляли есть эту капусту. А я прям помню, что она была какая-то прижаренная. Она была невкусная. И я вот была как мышь. Плакала, но ела, потому что меня заставляли. Сказали, пока не доешь. То же самое с фаршированными перцами. А тоже перец в сторонку. В сторонку, все остальное можно. А вот фарш, пропитанный перцем, ой, хорошо. А это другое, это вы не понимаете. Я думаю, что рецепт долмы, он, ну, наверное, должен быть у каждого. И поэтому, в принципе, можем им поделиться. Как считаешь? Да, я считаю, что нужно. Прекрасно. Как я уже сказала, долма – это завернутая в виноградные листья мясная начинка. Можно приготовить вегетарианский или веганский вариант с начинкой из овощей, орехов или грибов. Но мы как бы про классику сегодня поговорим, поэтому давайте делать с мясом. Что нужно? Нужно по 500 грамм говяжьего и свиного фарша, полстакана риса. Я взяла рис сорта Арборио от Мистраль. Арборио – это среднезерный рис, который прекрасно впитывает в себя вкус и аромат других ингредиентов. Мясо и все остальное, он соками пропитывается и получается вообще восхитительно. Для долмы нужно еще 4 луковицы, сушеные травы. В рецепте кинза, базилик и душица, но можно, в принципе, то, что нравится. Вдруг кто-то захочет сушеного укропчика добавить. Еще нужно 2 столовые ложки томатной пасты, стакан воды, 500 грамм листьев винограда и специи по вкусу. Я говорю про соль и перец. Мистраль – эксперт в производстве продукции из зерновых, пшеничных и бобовых культур со всего мира. Более 20 лет Мистраль развивает культуру потребления риса и других круп в России. Их главный секрет – это строгий контроль качества и очистка сырья в соответствии с мировыми стандартами. В ассортименте бренда более 80 видов культур, что сделает ваше питание максимально разнообразным. Продукция Мистраль не просто гарнир. Она настолько вкусная, что может побороться за место главного блюда на столе. Если на готовку у вас совсем мало времени, просто сварите себе гречку или рис Мистраль и продолжайте наслаждаться подкастом за полезным обедом. Ссылка в описании. Лук нужно пропустить через мясорубку, смешать с фаршем, рисом и зеленью. Томатную пасту размешиваем в воде и добавляем в фарш. А перед тем, как его посолить, ну, фарш, проверить на вкус виноградные листья, потому что некоторые из них бывают сами по себе очень соленые. Если нет, то можно посолить, поперчить фарш по вкусу. Дальше виноградные листья отделяем друг от друга и срезаем корешки при необходимости, ну, если они очень сильно жесткие. Можно, в принципе, обдать кипятком, если, опять же, листья жесткие. Лист кладем на рабочую поверхность прожилками наверх, это очень важно, и выкладываем на его основание чайную ложку фарша. Затем аккуратно сворачиваем маленький сверточек. Складываем долму в кастрюлю по кругу плотными рядами, а когда она вся будет сложена, заливаем водичкой до последнего ряда и накрываем тарелкой, которая выдержит температуру. Это нужно, чтобы долма не двигалась при варке. Кастрюлю закрываем крышкой, ставим блюдо на средний огонь, а когда вода закипит, убавляем его до низкого и варим около часа до готовности риса. А подавать готовую долму лучше всего с соусом из мацуна с чесноком. Ну, если не найдете мацун, то можно мацоне. Хочется долмы. Да, да, есть такое. Многие, кто послушал сейчас этот рецепт, задаются вопросом, а где же взять виноградные листья? Во многих магазинах есть уже консервированные виноградные листья для как раз-таки долмы. Я недавно, кстати говоря, тоже задалась этим вопросом, потому что задалась целью приготовить долму. И у меня в местном магазинчике, в таком абсолютно маленьком закуточке, там магазин овощи-фрукты. Я, значит, захожу туда с целью взять себе зелень. Я обычно беру только там, потому что там пучки такие хорошие, и все, мне это нравится. Ну и создается, знаешь, такой вот... Вайп. Да. Да, ты заходишь и вот этот, а тут только овощи-фрукты, мне все так нравится, здесь все такое классное. Значит, здесь лучшие овощи-фрукты, раз здесь только овощи-фрукты. И если они дороже, чем везде в остальных местах, они точно должны быть лучше. И, значит, взгляд мой падает направо вверх, и я вижу несколько банок таких стеклянных с вот этими листьями. Так что я теперь знаю, где их брать. Да. Но, в принципе, мне кажется, что действительно их можно найти практически в любых магазинах. Я знаю точно, практически на каждом рынке есть точка с какой-нибудь женщиной-армянкой, которая продает специи, сухофрукты, и вот у нее точно есть виноградные листья. Так она их наверняка еще и сама делала. Возможно. Мне интересно, как это делается. То есть я как-то раньше не готовила долму, не было такого опыта. И поэтому мне интересно, в каком рассоле держат эти листья. То есть он, наверное, как обычно, там водичка, уксус, сахар, соль, там перчат. Наверное, что-то такое, да. Просто как ферментация или как это правильно называется. Короче, закруточки. Я начала, кстати, заниматься закруточками. Мне кажется, возраст уже как раз позволяет это все делать. Да. Но я делаю, значит, по полбаночки. Это пока. Ну, это пока что, да. В прошлом году я сделала персиковое варенье. Причем взяла специально такие персики крупненькие. Такие они прям были плотненькие. Не чтобы в кашу разварились, а чтобы дольки эти оставались. Короче, половина фотографий, которые были у меня в ленте телефона и в соцсетях, это были вот эти баночки напротив солнышка. Это вот все. Ой, вечер, как раз самое хорошее освещение. Пойду баночку там пофоткаю, еще вот сюда отнесу. Так, вот здесь еще рядом что-то положу. Еще там, о, котик пришел. Прекрасно, боже мой, варенье и котик. Вот это я буду звездочкой. Так что, да, это было прекрасное время. И мне кажется, нужно повторить. У меня такое было, когда я лепил пельмени. Сидел, почему-то захотелось лепить пельмени. Мы с девушкой сидели, просто лепили пельмени. Мы не включили, по-моему, один дома. Это было перед Новым годом. Ну, как раз, как раз. Да, и сидели, просто лепили пельмешки. Получилось там больше ста штук у нас. Ну, мы могли бы и больше слепить, потому что, ну, процесс очень увлекающий. Но места в морозилке не так много было. Надо было это все заморозить. А у вас есть всего одна морозилка, да? Да. И, естественно, после этого у меня была вся память телефона забита фотографиями пельменей, которыми я очень гордился. Любишь ли ты рыбу? Нормально отношусь к рыбе. Не то, чтобы прям фанат, и нет такого, что фу, рыба. Но если она интересно приготовлена, вкусно, и очень хорошо пахнет, знаешь, так вот, как запеченный какой-нибудь стейк лососевый, Ну, извините, конечно, такие все любят, мне кажется. Не, я выросла с родителями, которые оба любят рыбу, а папа у меня заядлый рыбак. То есть это пару раз в год он уезжает на Волгу, возвращается с, не знаю, с сколькими килограммами рыбы. С машиной. С машиной, да, чужой. И она вся в рыбе. И мы все в рыбе. Знаешь, я ненавижу мультик «Русалочка», как раз потому, что она тоже рыба. И мне каждый раз вот это вот, блин, как же долго тебя, наверное, чистить-то, а? Но вернемся к армянской кухне, потому что армяне-то любят готовить рыбу. И они умеют ее готовить. Но у них очень классные названия. Мне кажется, я выбираю блюда просто по названиям. Например, форель у них называется ишхан. 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 Она же царская рыба. Ну, если ты вдруг слышал. Стерлить или осетр у них называется тараб. Да. А есть еще сиг. Вообще у армян есть рыбный фестиваль. Неожиданно. Да. Вот у нас, например, на территории России каждый год есть фестиваль этот вот гастрономический, знаешь, когда во многих ресторанах тебе могут подать сет, там вот это вот все. А у армян каждый ресторан во время рыбного фестиваля и частные повара, они представляют собственные рыбные блюда. Мне кажется, они целый год просто ждут. Да. Когда можно будет уже наконец-то начать. Пробуют, меняют рецепты, что-то, какие-то инновации добавляют, что-то убирают наоборот. Конечно, чтобы на фестивале-то показать всем, какой я главный тут повар. Я бы так и делала. Да, они так и делают. Прекрасно. Это так и надо. Это похоже чем-то на модные показы. Да, да. Когда, знаешь, последняя модель идет, она представляет, там, закрывает этот показ, а дизайнер уже делает новые какие-то дизайны, все в порядке, там все нормально, сейчас мы успеем к следующему показу. Ребята, работаем, работаем. Здесь точно так же. Ты подаешь последнюю тарелку и говоришь, вы у меня главный гость, потому что вам достается последняя вот эта вот порция, все. Фестиваль заканчивается, к сожалению моему. Боже мой, это же рыба. И он уходит вечером домой, приходит к своей семье, к жене и говорит, дорогая, надо готовиться на следующий год. Пошли ловить рыбу. Таки-ти-ка, идем ловить рыбу. Идем. Где мой Ишхан? Я очень люблю фестивали, особенно связанные с едой. Я тоже люблю их, потому что там можно столько всего попробовать. Да, да. У нас в университете был ежегодный фестиваль, где все представляли какую-нибудь страну. А ты в каком университете училась? В Кубанском государственном. И там был фестиваль, который назывался «Этажи». «Этажи», да. И вот каждый год вот этот фестиваль. «Этажи» — это студ весна. Я не помню, если честно. Я помню, что «Этажи». Помню, как мы готовили свою страну, мы представляли Францию. И самое классное, это когда ты идешь по всему университету, куча людей. Во время обучения нет столько людей. И у каждого там... Пожрать-то, конечно, пришли все, кто ни одна пара не ходит. Я такой был человек, я приходил поесть. Поел, ушел и нормально. И ты ходишь, и там в Узбекистане огромный казан плова. Где-нибудь там в Индии тоже у них какой-нибудь рис, карри, что-нибудь еще. Но есть армянский сектор. Я бы вот так назвала. Сектор приз на барабане. Они никогда не были внутри здания. Им не хватало там места. Я прям помню, что они были самыми громкими, самыми яркими. И они всегда были прям на входе-выходе, вот прям на улице. Куча столов, вот эти вот все жингелов хац, всякие сладости. Гата. Да, гата, пахлава. Вот это вот все прекрасно. И ты ходишь, и такой, блин, какая очередь. Ничего, я выстою, я смогу, я справлюсь. И ты действительно ради этого тратишь весь день, просто чтобы попробовать прекраснейшую армянскую кухню. Потому что обязательно там не только будут студенты. Мамы, папы, дедушки. Вот это вот все. Мне кажется, в какой-то момент там у кого-нибудь открывался коньячок. Сто процентов. Какой-нибудь там арарат или что-нибудь еще. И понеслась. Потому что это была самая веселая компания. С ними всегда было очень весело, очень классно. И я даже на первом курсе, когда снимала квартиру, я жила с девочкой, она армянка. И она научила меня готовить. Она, по крайней мере, так это называла. Не знаю, как на самом деле. Я не нашла этой информации в интернете, но мало ли. Она научила меня готовить армянскую яичницу. А, я понял. Но не с помидорами. Так, удивлен. Вот, видишь? Да, я нашла, что армянская яичница, она делается с помидорами. Мои еврейские корни воспринимают только другую яичницу. Шакшука, да. Там же еще перчики болгарские. Вот это вот все. И в желточек хлебушком макаешь. Прекрасно, вкусно. Там принцип в том, что во все можно макнуть хлеб. Там нет выжаренного, ничего. Там вот такой прям соус. Там не надо ни вилки тебе, ни тарелки. Просто эту сковородку постел. Хлебом ешь. Обожаю. Это моя любимая еда. Так вот, армянская яичница, значит, готовилась каким образом? Ты берешь банку консервированного горошка, вываливаешь ее на сковородку, ждешь, пока там половина этого самого сока она выварится. Ну, естественно, помешиваешь все это дело, чтобы ничего не пригорело. Параллельно с этим разбиваешь яйца и как бы делаешь из них такой омлет, что-то вроде такого. Все это дело заливаешь и пока обжариваешь, перемешиваешь. Ну, естественно, там соль, перец, вот это вот все. Ну, как же это вкусно? Это постоянно нужно помешивать? Да, да. То есть это как скрэмбл? Ну, что-то такое, да, скрэмбл с горошком. Неожиданно. Это было так вкусно всегда. Я с таким удовольствием это ела, просто не передать. Интересно, интересно. Я бы такое попробовал. Это, в принципе, достаточно просто готовиться. Яйца, горошек. Конец. Ну, и соль, перец. Ну, да. Так что, да, я не знаю, на самом деле, действительно ли это армянская яичница или нет. Я надеюсь, что да. Или она просто, ну, так сказала. Ну, может быть, да, потому что у неё, может, в семье так готовят, да, и всё. Но, кстати, единственное, что мне обидно, она никогда не готовила вот сама, пока мы там жили. То есть я... Вдруг у меня получилось попробовать ещё в тот момент там и долму, и ещё что-нибудь вкусное какое-нибудь, вот этот же жвжик, но не довелось. Ну, ничего, ладно, я не в обиде. А ещё, я думаю, что под занавес стоит поговорить про кофе, потому что армяне-то кофе любят. И они его пьют чуть ли не 24 на 7. Да. И я, кстати, была удивлена. Я вообще, в принципе, не думала даже о том, что они так сильно любят кофе. Я не знаю, почему я об этом вообще не думала. Мне казалось, что коньяком можно напиться. Ну, там вода, коньяк, и в принципе хватит. Мне бы хватило. А тут, да, его варят. Ну, у них же похожи вот эти вот... Джазве. Да. Она похожа на турку. Но там нельзя говорить турка. Ни в коем случае. Конечно. Это же, ну, опасное дело. Поэтому... Поэтому джазовое. Или джазовое. Или джазовое. Ну, да. Что-то джазовое такое. Да, сразу какой-то, да, интересный флёр. Я бы послушала, на самом деле, какой-нибудь армянский джаз, знаешь... А такой есть. Есть. И его много, я тебе скажу. Представляешь, приходишь ты в бар. Вот я сразу представляю вот эти какие-то 60-70-е, что это такое. Причём почему-то США, да? Да. Армянская США. Соединённые штаты Армении. США очень большая диаспора армянская. Очень большая. Вот. Значит, мы поедем туда. В армянскую диаспору, в США. Запросто. Поедем. И представь, вот этот вот бар. Вот эта вся темнота. Естественно, в те годы там ещё и накурено, поэтому пока ты придёшь до своего столика, ты ещё и сам накуришь. Возможно, всё чёрно-белое. Да, обязательно. Ну, может быть, может быть, там сепия какая-нибудь. В принципе, я согласна на это. И ты вот это вот сидишь, ножка на ножку, вот это вот всё. Ага, красотка такая. Тоже у тебя сигареты. Я, конечно, не курю, но какая разница, с сигаретой посидеть можно? Для кадра. Для кадра просто, да. Ещё главное смотреть в эту... С мундштуком. Смотреть в эту несуществующую камеру и пить кофе. Да. Армянский кофе. Да, у меня много друзей армян, и я видел эти объёмы кофе, которые вот потребляются обычной семьёй. Это... Ну, я столько в жизни кофе не пил никогда. Как они за вечер, да? Да, как они за вечер просто. Вот у многих считается, что вот русские пьют очень много чая. Мы его пьём там... На завтрак, на обед, на ужин просто так. Завтрак, обед, ужин. И причём у многих кружки-то, ну, супницы прям. Ну, я вот сейчас прям на записи с чаёчком сижу. Да, у некоторых прям пол-литра кружка чая. И это многих очень сильно удивляет, как можно пить столько много чая. Вот. Тут, в общем-то, то же самое, только с кофе. Ну, кружечки, конечно, маленькие, но их сто. То есть это, получается, они бахают шот эспрессо? Ну, по сути, да. Кошмар. А водичкой-то хоть запивают? Мне кажется, там иначе вот это вот начнёт. Какая-нибудь либо паническая атака, либо ты просто станешь кроликом-энергайзером. Я думаю, что со временем они привыкают, и наоборот, без кофе уже как-то совсем не то. Да, они кофеинизируются. Какое я хорошее слово придумал. Кофеинизация. Кофеинизация. Хорошее название для кофеинизации. Записали? Я запатентовал. Если вдруг там кто-то, ага, то не это самое. Имейте в виду. Имейте в виду, запатентованы. Я приду к вам вместе с Дживжиком, и я хочу использовать это слово теперь в любой ситуации. Или с какой-нибудь кюфтой, и будет вам кофеинизация. Я думаю, что на этой прекрасной ноте можно завершать. Да. Я уже не могу. Я тоже. Я не знаю, есть ли у меня в желудке еще место для еды, но я найду. Сейчас же пойду и поем. И кофе еще выпей. О, кстати. Да. Потому что я так сделал. Я и поем, и выпью кофе, и все будет хорошо. И вы тоже и поешьте, и выпьете кофе. А то, я вас знаю, вы точно голодные слушаете. А так не надо делать. Все, всем пока. Мы с вами обязательно еще услышимся. Пока. Пока.